Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Мила, я автор блога о путешествиях по Италии и Европе, а также я рассказываю о своей жизни в стране Триколора, в Италии. Сегодня я хочу поделиться с вами той информацией о том, что я обычно привожу для себя из России, и также что я дарю своим итальянским родственникам из России, когда я приезжаю. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, и надеюсь, что это видео поможет вам в планировании вашей поездки, если поездка предполагает знакомство с жителями той или иной страны. Ну что, поехали! Итак, мы начнем с того, что обычно я привожу для себя из России. И буквально вчера я вернулась, и, честно признаюсь, каждый раз это огромный стресс, поскольку я вечно летаю с перевесом, и иногда меня прощают, иногда мне приходится что-то оставлять, например, родителям, либо даже иногда у меня стоит вопрос о том, чтобы докупить дополнительный чемодан, но пока до этого не доходило. Почему все так происходит? Все очень просто. Во-первых, я везу подарки из России сюда, в Италию, а также покупаю огромное количество книг, об этом знают многие, кто подписан на меня в Инстаграм. И, честно признаюсь, в этот раз я купила еще больше книг с одной лишь целью, чтобы не зайти в магазин Аленка и накупить конфет, поскольку у меня бывают такие срывы. Я безумно люблю читать и безумно люблю русские конфеты. И обычно все это заканчивалось тем, что я привозила 2-3 килограмма сладости сюда в Италию, и все это благополучно съедалось за несколько месяцев. Поэтому в этот раз я решила уделить внимание своему мозгу, купить как можно больше книг и сделать приятное моему желудку. Я привезла ни одной конфеты, за редким исключением, в подарок. Поэтому, конечно же, первое, что я всегда везу, это книги. Кстати, вот эта книга написана Настей. С Настей мы давно знакомы по Инстаграму, и я безумно была рада и счастлива, когда она издала свою книгу о Чили. В этой стране я не была, но надеюсь, что очень скоро побываю. Ну, собственно говоря, сейчас вы видели все книги, которые я привезла с собой. Вы удивлены, да? Ну, я тоже удивлена. Было несколько заходов на сайт Лабиринт, поскольку была Черная Пятница. Плюс я еще вчера немножко разорилась в аэропорту, поскольку увидела 2 книги, которые я не успела купить, но которые я давно хотела иметь в своей библиотеке. Поэтому, конечно, домодедоваться на книги не радует, но иногда я могу пойти на такие сумасшедшие поступки. Поэтому по мере того, как я буду читать эти книги, буду делиться с вами своими рецензиями на них. Следующее, что я привожу для себя из России, это, конечно, какие-то косметические средства. С каждым разом их становится все меньше и меньше, поскольку в Италии я нахожу достойную замену. И, в принципе, проблем с этим не было, хотя в первые годы я привозила абсолютно все. Но что мне очень понравилось, в прошлом году мои друзья подарили мне на Новый год вот эти вот шампуни от Планета Органика. Называется «Туркий шампунь», укрепляющий шампунь «Хамам». Благополучно эти шампуни стояли год у меня на полочке, я ими не пользовалась. Но, честно скажу, в декабре я просто была в шоке, потому что, несмотря на их стоимость, они, наверное, стоят 200-250 рублей, может быть, даже меньше, я точно не помню. Качество просто отменное, ничем не хуже профессионального шампуня. То есть, серьезно скажу, у меня стоят и профессиональные шампуни в душе. И сейчас вот эти, и, в принципе, качество мне безумно нравится. Волосы очень мягкие, они становятся шелковистыми, что очень сложно добиться в Вероне, поскольку у нас вода, она насыщена известняком, и обычно все мои труды по созданию вот такого вот эффекта шелковистых волос заканчиваются тем, что волосы превращаются в какую-то паклю. Поэтому я могу вам советовать вот эти вот шампуни. Есть укрепляющий шампунь Хамам и есть бальзам. К сожалению, в этот раз почему-то я нашла только бальзам. Шампунь я не нашла, и это очень странно. Я еще смотрела на сайте Золотого Яблока, но почему-то был только бальзам. Вот. Ну, и решила попробовать вот этот вот шампунь, восстанавливающий прованский шампунь для всех типов волос. Не знаю, попробую, расскажу вам. Ну, вот этот бренд мне очень нравится, причем удивительно, когда я задала вопрос своим друзьям, почему вы мне дарите шампунь Планета Органика. Ну, не то, что это Планета Органика, но, в принципе, такой подарок. Они говорят, слушай, ты когда жила в Москве, ты нам все уши прожужжала о том, как тебе нравятся шампуни этого бренда. Поэтому я об этом забыла, а мои друзья, видите, какая у них хорошая память, они об этом всем помнили. И еще одно средство, я его купила случайно, поскольку у родителей у меня закончилось мое средство для снятия макияжа. И я зашла в магазин белорусской косметики и купила такую мицеллярную воду. Мне ее посоветовали, и хочу сказать, что она очень хорошо снимает макияж, и после нее не остается неприятной пленки на лице, что для меня очень важно. Поэтому советую. Наверное, на видео не очень видно название, поэтому я его оставлю внизу в описании. Ну, как внизу в описании, оставлю название и других средств. Итак, наверное, это все, что я привожу из России для себя, поскольку больше мне ничего не нужно. И сейчас перейдем в то, что я привожу в подарок для родителей Филиппа. Для Филиппа и обычно эти подарки делают мои друзья. А, кстати, еще забыла вам сказать. Хотя, давайте потом обсудим. Ну вот, что же мои родители дарят родителям Филиппа? Ну, обычно мои родители, папе Филиппу дарят какие-то такие крепкие напитки, поскольку он заядлый коллекционер таких вещей. И каждый раз мы ему привозим что-то интересное. Например, в этот раз это коньяк «Коктебель». Произведен он в Крыму. Для нашей семьи это очень ценно, поскольку моя мама родилась и жила на этом замечательном полуострове. Этот коньяк я купила в одном из магазинов в Москве, но думаю, что во многих других городах вы сможете его найти. Стоит он около тысячи рублей. Это пятилетний коньяк. И, в принципе, мне сказали, что он очень-очень хороший. Я не уверена, конечно, что Альфредо откроет эту бутылку, но для его коллекции это как раз самое то, потому что до этого я ему привозила и вино, и какой-то самогон. И это все благополучно стоит у него на полке в коллекции. Я знаю, что кто-то может сказать, что наши виноводочные изделия – это полное пойло. На самом деле, ребята, это не так. И я часто привозила в подарок кому-то и вина. Например, это были вина «Массандро», либо это были вина «Браудерсо». И просто вам нужно подойти к специалисту в магазине, который действительно разбирается, и вам посоветуют, что не стыдно привезти иностранца, особенно итальянцам или французам, испанцам, кто, в общем-то, хорошо разбирается в винах, а в подарок. И, в принципе, если Альфредо не открывает эти подарки, то те знакомые, какие-то мои бизнес-партнеры, кому я привозила в подарок наши напитки, им очень понравилось, и они оценили по достоинству. Ну, вчера мой друг из Москвы, мои друзья, помню о том, что Филиппа и его папа коллекционируют разные бутылочки. Филиппа вообще коллекционирует водку. Они вот подарили нам такую бутылку. Она, на самом деле, не простая, очень интересный у нее такой рельеф. Ну, и говорят, что неплохая водка, не знаю. Не думаю, что тоже Филиппа ее откроет, будет стоять у него, как всегда, в коллекции. Ну, вот такие варианты вы можете рассматривать, если вам нужно ехать куда-то за границу, и вы знаете, что будете в семье, да, что можно привезти на самом деле. И даже можно где-то почитать какие-то отзывы, какие напитки хорошие, хорошие производители и так далее. Это обычно заходит на ура. Плюс, например, мы не едим, наша семья не ест икру. Но если вы знаете очень хороших производителей, то тоже можете привезти красную икру. В прошлом году друзья привозили, у них просто знакомые, кто-то связан с икрой. И, в общем-то, итальянцы ценили по достоинству. И даже в этом году у меня на праздновании Нового года спрашивали, где мои друзья с икрой и вкусной водкой. Вот. Следующее, что можно привезти, это, например, мама в этот раз у меня, когда летала в Крым к бабушке, она купила вот такое вот... Сейчас, подождите. Вот такое крымское натуральное мыло. Оно есть с разными добавками. Это чиперец, можжевельник и морская соль с водорослями. Это тоже классные подарки. Я привозила... В Алуште есть также завод, который производит эфирные масла. Я привозила какие-то их продукции и дарила здесь своим приятельницам, дарила маме Филиппа, и им тоже очень понравилось. Поэтому вы посмотрите, чем славится ваш регион, ваш город, и обязательно привезите что-то из традиционного. Я говорила, что я не привязала конфеты за редким исключением в подарок. Обычно я привожу еще что-то сладкое в подарок. Камиле и своим друзьям. И в этот раз это коробка конфет в Бабаевске, но на самом деле вы можете купить и Красный Октябрь, Бабаевский, каких-то других производителей. Например, в Чувашии очень вкусные конфеты. У меня брат как-то раз съездил в командировку, привозил, они безумно вкусные. По-моему, фабрика называется Конкорд. Но я могу ошибаться. Есть сейчас, я видела в интернете, очень много шоколада ручной работы. Это тоже может очень хорошо зайти. И, кстати, мои итальянские друзья, наши соседи, они живут на первом этаже, они просто с ума сходят по лимонным долькам. И каждый раз они спрашивают у меня, привезу я или нет. И когда у меня есть место в чемодане, я им привожу. Они прям с ума сходят. Поэтому вот продукция вообще фабрики ударница заходит всегда на ура. Зефир тот же самый. И то, о чем я вам говорила, это продукция с использованием кедровых орешков. И вообще такие сибирские продукты. То есть это может быть и грильяж. И, скорее всего, вы его видели. По-моему, так и называется кедровый грильяж. Или что-то в этом роде. Очень вкусные такие вот в таком цвете упаковки. Только производитель другой. И также есть еще, к сожалению, у меня дома нет, и я не привезла варенье из сосновых шишек. Это прям тренд прошлого года. Все, кто живет здесь и ездит домой, в Россию привозят вот это варенье. И оно просто удивляет многих. Поэтому это тоже классный подарок. Следующее. Я не знаю, если вы едете в семью, и вы знаете, что там любят чай, то я советую это, кстати, производить. Я советую вот этот вот айзер-чай. Он есть черный с чабрецом, есть зеленый с чабрецом. Производство. Сейчас скажу. Производство Кубань. Да, Краснодарский край. Краснодарский край производства. Он очень вкусный. И я покупаю рассыпчатый. Но можно, кстати, купить и в пакетиках он тоже неплохой. Но я предпочитаю вот такой вот вариант. Стоит, может быть, 100-150 рублей. Точно не помню цену. Поэтому тоже классный подарок. Наш кофе не советую. Мне кажется, в России нет хороших производителей кофе. Но я могу ошибаться. Поэтому думайте сами, решайте сами, как говорится. И еще мама моя в последнее время дарит Камиле вот этот вот липовый мед. Береста ФАЭС, эксперт в выборе меда. Мы его покупаем в магазине Метро. И, в принципе, и маме моей, и Камиле этот мед очень нравится. Поэтому если вы... Я знаю, что в Башкирии очень вкусный мед. И, скорее всего, в других регионах России И тоже есть классные производители. Мед очень ценится в Италии. Поэтому помните об этом. И тоже, если знаете, что люди могут оценить, привезите баночку меда. Можно даже вот такую маленькую. Это будет очень приятный подарок. И ценный, мне кажется. Потому что есть даже баночки подарочные с медом. Я помню, у меня тетя дарила Камиле мед из Башкирии. И там был такой деревянный бочонок меда. Внутри был пакетик, в котором был мед, чтобы ничего не разлилось. И, в принципе, бочонок Камила оставила как сувенир. Мед она, конечно же, съела. И он, кстати, был... Ей он очень понравился. Следующее. Что еще? Наверное, будем подходить к концу, завершение. Что еще моя мама передала Камиле? Это вот такая вот брошь от бренда Соколов. Почему-то мама у меня очень любит этот бренд. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот симпатичный снегирь. Вот. Я знаю, что Камиле такие вещи нравятся, поэтому мы с мамой остановились на нем. И я уверена, что ей это все должно очень сильно понравиться. И, наверное, последнее, что я бы советовала из того, что я привезла в этот раз, это вот такой подарок мне сделали мои друзья. Это две брошки на одежду, может быть, на какой-то красивый свитер. Сделаны они из бисера и каких-то камней. Такие валеночки. И матрешка. В принципе, я думаю, что даже вот... Если бы на этом свитере не было вот этой вот аппликации, то, в принципе, смотрите, смотрится очень даже ничего. И это, кстати, ручная работа. А в Италии ручная работа всегда очень ценится. Поэтому вот все то, что я привезла в этот раз из России, зачастую набор может варьироваться, но, в принципе, вот список всегда вот такой вот стандартный. Я редко везу в подарок что-то из еды, потому что сыры и мясное российское производство, я думаю, здесь не очень зайдет. Может быть, в вашей стране все это гораздо вкуснее. Есть что-то такое очень-очень вкусное, что вы можете подарить вашим знакомым либо родственникам здесь, в Италии. Ну и стандартные, наверное, такие вещи, как имбургский платок, тульский пряник, я не знаю, что еще, изделия из гжели. Вы можете подарить под Екатеринбургом. Есть производство Сесердского фарфорового... Сесердский фарфоровый завод. У них очень красивые есть сервизы, какие-то изделия из фарфора. И я помню, что мои родители, когда приезжали к нам сюда на свадьбу, они Камиле и Альфреда дарили как раз-таки набор для кофе. Из нашего фарфора он был расписан в стиле малахитовой шкатулки. И им это безумно понравилось, и они прям не ожидали. И Камила каждый месяц смахивает пыль с этого сервиза. И все собирается, когда мы сядем за стол, достанем этот сервиз и выпьем кофе. Поэтому посмотрите, что есть у вас традиционного, что вы можете привезти. То есть хорошо идут напитки какие-то алкогольные, конфеты, я не знаю, мед, сладости, какие-то другие, шоколад, икра, если, конечно, это все едят. Какие-то вот такие вот вещи натуральные, мыло, может быть, какие-то масла, может быть, какие-то средства по уходу, хотя средства по уходу, например, за кожу лица, или что-то такое, я бы, наверное, не везла те же самые шампуни, поскольку все мы индивидуальные. Но вот если есть что-то такое, я не знаю, может быть, парфюмерию какую-то производят, очень классную, которая там ценится, то это всегда можно привезти, и этому будут рады. И еще, наверное, последнее, что я обычно советую, но вот в этот раз я не купила, а очень хотела, это изделие местных, наших российских дизайнеров, ну, либо дизайнеров из вашей страны, поскольку сейчас, мне кажется, мы переживаем такой подъем именно нашей легкой промышленности, когда начинают появляться все интересные, интересные бренды, интересные дизайнеры, и мне кажется, что это очень классный подарок для иностранца, что-то made in Russia, поскольку made Italy, made China и так далее можно найти практически везде, а то, что сделано в России, это, мне кажется, будет очень ценно, и это понравится, поскольку очень много наших дизайнеров сейчас, единственное, что у некоторых ценник очень сильно кусается, и нужно смотреть. Но какие-то вот такие футболки, я помню, мои друзья привозили в Филиппа, и мне футболки из России, в прошлом году ребята нам дарили свитера, знаете, вот в этой вот, это была новогодняя тематика, то есть какие-то такие вещи, они всегда очень хорошо зайдут. вот, в принципе, я думаю, что такой короткий обзор у нас получился, на это можно поставить на сегодня точку, если вам понравилось это видео, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, может быть, о чем-то я не сказала, пишите, что вы возите в подарок своим иностранным друзьям, партнерам, либо родственникам, мне будет очень приятно, и, может быть, таким образом мы вместе поможем тем, кто сейчас находит состояние, ааа, я не знаю, что подарить, вот, и мы все вместе поможем, поэтому я вас обнимаю, до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok